ВОЛОЩУКА СД Здравствуйте, уважаемый любитель рок-музыки! Сегодня мы проведем обзорную экскурсию по территории отеля. Но чтобы вы уже имели полное представление, что это за санаторий на берегу Персидского залива. Ну, оазис сделали люди. Повторюсь, это, конечно, колоссальная работа, колоссальное вложение. Потому что посреди пустыни сделать этот оазис, это непросто. Это опреснительные заводы там стоят, с той стороны там все в трубах мощные. Потому что город 2,5 миллиона жителей. Его снабдить водой. Здесь куча отелей пятизвездных, которые потребляют колоссальное количество воды. И, конечно же, растения потребляют массу воды. А они, видите, здесь цветут и процветают. Несмотря на то, что в отдельные периоды летние, здесь температура доходит до 70 градусов жары. Поэтому это все сберечь, сохранить нужно очень много влаги. Ну и труда, соответственно. Пандусы везде, видите, сделаны. Чтобы могли люди и в колясках подъезжать, выезжать. Тут все сделано, продумано. Чтобы комфортно было даже и людям с ограниченными возможностями. Ну, а уж рокерам то и подавно. Тут очень хорошо, комфортно и удобно. Особенно вот рокерам, которым сорвали отдых в Турции из-за коронавируса. Перекрыли там границы и взяли, поменяли нам путевку. Нам назло. Взяли, отправили в этот сарай Забельпальм Джумейра. А потом мы узнали, что сарай, оказывается, это дворец переводится. Мы думали, в сарай тут, а они в дворец. Ну что, ну сделали нам хуже. Ну что ты, что ты скажешь? Ну сделали нам хуже. Ну сделали. Хочу обратить ваше внимание на полы. Здесь все время перевод в порядок. Натирают каждый день, чтобы они горели. И самое главное, это не просто полы. Это мрамор. Настоящий мрамор. Хороший, качественный. Который везли со всего мира сюда. Самые лучшие сорта. Вот они. Видите, орнамент выложен. Мраморный. А это признак богатства. Вот поэтому здесь и пахнет Османской империей. И периода ее расцвета. Когда она была владычицей мира. Ну половины мира-то точно. Восточного. Разрешите пройти. Люди разрешают. Они как меня как видят. Сразу вот проходите. Уважаемый. О, покажи, покажи. Ведь даже провожают. Они как рок-звезду увидят. Так сразу лифт вызывают провожать. И все. Говорят, вы что? О, признаки деваться. Я кем-то говорю. Спасибо. Спасибо. Говорят, спасибо, что посетили наш отель. Ну первый этаж, где находятся все замечательные заведения, рестораны, магазины. Все мы это вам показали. Но здесь прекрасная обстановка и в обычных коридорах на этажах. Вот это мы находимся в коридоре. Видите, это входы в номера. Резными дверями, высокими дверями. Какие здесь прекрасные зоны отдыха. С высокими потолками. Опять-таки, с мраморными полами. С красивыми коврами. С удобными диванами. Здесь прям великолепно. Можно прийти, посидеть, отдохнуть. Поговорить. Попросить, тебе принесут кофейку. Вот, видите, красота. Опять-таки, люстры оригинальные. Высоченными потолками. Но это красиво. С этими арочными конструкциями, балкончиками. Помните, игра была. Одна из первых игр, которые появились в Советском Союзе еще. Игра «Принц» называлась. Там тоже были такие заборы. С резными вот этими арками. И там нужно было добраться, прыгать. Там были провалы, интриги всякие. Ждали тебя на пути. Восточные интриганы. И здесь очень красивые тоже купола. Разрисованные фресками. Очень красивые. С орнаментом. Это купол, который виден с первого этажа лобби. Мы находимся на третьем. Для третьего этажа свой купол. Воздуха масса. Народу немного. Если вы обратили внимание, мы ходим. А тут никого нет. И два царских кресла. Это специально. Предготовили для рокера Волчука. И для его продюсера, конечно же. То есть это для рокера. А то, напротив, для самого уважаемого продюсера в России. Для Елены Ивановны. Елена, присаживайтесь. Не стесняйтесь. Волчука с дамом разрешает. А они уж тем более. Они говорят, что подходите, садитесь. Уважаемая Елена Ивановна. Ну, вот такие вот тут гостеприимные люди. Восточные. А креселка-то кожаная, настоящая кожа. Это во мне дермантин. Это как в Мерседесе. В хорошем. Видите, вот кожа. Все четко. И портьеры. Чтоб было удобней плести интриги. Раз, вымру. Подошел, подслушал. Чего они там говорят. Чтоб тебя не заметили. За портьеркой спрятался. А тут ведут перегамуры. Кому, сколько, куда, как. А ты все слышал. А ты все знаешь. Это же великолепно. Это прям восток. Настоящий колорит. А вы говорите. Ну, а там вид на знаменитый пляж. На наш. Куда мы сейчас, переодевшись, пойдем загорать дальше. Ну, как-то так. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, по-другому как. Ну, нельзя. Раз уж приехали. На пляж идти. Пойдемте еще раз на номер посмотрите. А то, видать, забыли уже. Мы же по приезду его показываем. А я вам тебе. Ну, не врубаются немного люди. Я же купил себе гитарку. Хорошую. Вы же помните, да? Стратокастер. Сапсирового цвета. Вот этот вот. Прекрасненький. И я попробовал его настроил. Все хорошо. Поиграл вечером. И закрыл. И положил здесь пару медиаторов. Прихожу, медиаторов нет. Она убрала. Вечером приходит. Я говорю, где медиаторы? Она говорит, так я подумал, что это мусор выкинул. Мне было бы не обидно. Но это были именные медиаторы. Это мерч у нас. Там было написано, группа Волощук СД. Она взяла, повыкидывала. Приходится вот этим вот, видите, пользоваться. Тут написано ACDC. Ну что? Малкольм Янг тоже вроде бы как неплохой рокер был. Поэтому я как ACDC. Извините. Ну я теперь медиатор кладу сюда. На крайний случай. Знаете, тиха украинская ночь. Но сало надо перепрятать. Так и здесь. Но медиатор надо спрятать. Раз они это за мусор принимают. А гитарка-то. О, коллекция пополняется. Уважаемые любители хэви-метал, поп-соре, по шансону. Ну а уж уважаемые любители рок-музыки. Я уверен, что порадовались за меня. Все, я купил новый экземпляр в свою коллекцию. Есть здесь в отеле и кинозал. Видите, вот тут-вот тут находится. Пойдемте глянем. Тут сразу же вы погружаетесь в атмосферу голливудской сказки. Ну вот, видите, такой вот кинозальчик. Аккуратненький. Для любителей большого кино, хорошего звука, сраунд. То, конечно, здесь можно посмотреть миссию 4 с Томом Крузом. Вот так как-то. Надо узнать. Показывают они на фильмы на русском языке. Для русских рок-звезд. Уточню сегодня. Потому что я люблю ходить в кино. В хорошее. Типа Шрек. Мне вот многие говорят, что на него похож. Поэтому я очень люблю Шрека. Я думаю, что я люблю Шрека? Оказывается, я на него похож. Прекрасный персонаж. Мне он очень нравится. Вот такой фильм. Уважаемый любитель рок-музыки. Здесь все сделано для комфортного нахождения бизнесменов. Даже таких знаменитых, как продюсер группы Волчук СД Елена Ивановна. Тут бизнес-центр есть. Она сказала, иди смотри. Будем сейчас набираться ума, разума. Как зарабатывать деньги. Как подписчиков привлекать. Да посмотрим. Здесь 5 конференц-залов разных. Я правда не знаю, где эти залы. Это только секретарская. Куда приходят бизнесмены и говорят, мы хотим уединиться в таком-то конференц-зале. А теперь пойдемте, я вам покажу вилочки. Вот этот край отеля, это вилочки. Для тех, кто любит отдых такой уединенный. Такой семейный. Они двухэтажные. Снизу такой холл, где можно отдохнуть, посидеть, посмотреть телевизор. Сверху спальни. Но все тот же комфорт. Все у них то же самое. Единственное, что, допустим, я любитель быть в центре событий. Поэтому я всегда предпочитаю поселиться в центре гостиницы. Чтобы рядом был и ресторан на завтрак со шведским столом. И рядом были и лобби, театры, кинотеатры, мюзик-холлы. Все было под рукой. Я вот это люблю. Почему-то больше. Но многие предпочитают жить в виллах. Тех, кто еще не разбирается в отдыхе. Я-то рокер бывалый. Поэтому я уже знаю, где лучше. Лучше в гостинице, в хорошем номере. И чтобы все было под рукой. Так что вот такие вот вилочки. Даже со своими гаражиками. Видите? Можно заехать туда. И у них еще там, с той стороны, за виллами, есть свой бассейн. И туда дальше есть еще, если вы обратили внимание, теннисные корты. Они там. Кто любит по жаре по 30-ти градусный теннис погонять, то им прямо туда и дорога. Вот так бы я сказал. А мы пойдем на пляж. С вашего позволения, конечно, уважаемые любители рок-музыки. Нам-то тут все разрешают. Только ваше разрешение мне нужно, чтобы пройтись на пляж. Идемте. И тут нас встречают сразу, вы видите, красивейшие пальмы. Это не кокосовые пальмы. Это пальмы финиковые. Настоящий восток. Уважаемые любители рок-музыки, ну вы поняли, что мы зашли с тылу. Со стороны моря. И вот как он выглядит с тыльной стороны. Не менее красиво, чем с наружной. Здесь, если вы обратили внимание, центральный бассейн. С двумя детскими уголками. Такими квадратиками. Вот и вот. Они накрыты, чтобы на детей не падало солнце. Там мелко. Поэтому дети находятся в тени. Солнечный удар им не грозит. Бассейн прекрасный, большой. Но во нем теплая вода. Я не любитель купаться в бассейне. Тем более мы приехали на море. Что нам в пресную воду, в хлорированную залазить? Хочешь в море поплавать? И я вам здесь расскажу, почему у этого отеля есть другое название. Забель-сарай Пальм Джумейра. Почему пальм? Ну понятно, пальм это пальма. Потому что отель находится на одном из насыпных островов. Они насыпали пальмовые острова. Сверху, если посмотреть с высоты птичьего полета, то эти острова представляют ствол пальмы и ее листья. Вот мы на одном из таких островов находимся. Там вдали, если вы едите, отель Атлантис. Мы в нем останавливались несколько раз. Потому что это был один из первых отелей, которые они построили здесь. Он огромный. Сейчас здесь этот отель намного комфортнее. Потому что тот отель превратился в огромную перевалочную базу. Туда съезжаются туристы со всего мира. Но они молодцы чем? Они организовывают чартерные рейсы специально под именно Атлантис. Там в самолете находятся только туристы Атлантиса. Им прямо в самолете оформляют визы, если надо. Оформляют все документы, оформляют номера и ключи от номеров выдают. Их встречают радостно с концертами, с хлебом, с солью. И везут в отель. Чемоданы у них сразу забирают. Очень комфортно сделали. Что еще в этом Атлантисе? Там постоянно проходят концерты. Мы там посмотрели концерт Филиппа Киркорова. И мы там видели концерт Ани Лорак. Но это так на крайний случай. Там постоянно выступают наши, российские и другие звезды. Вода вот такая вот, чистая. Если раньше, они когда первые острова начали насыпать, они каким-то образом нарушили течение. И потом гидрологи разобрались, устроили дополнительные проходы между островами. И вода здесь теперь проточная, морская, чистая. И обратите внимание, ее цвет. Обалденная вода. Она чуть прохладнее, чем на Мальдивах. Там 28, здесь где-то градусов 27. Но приятнее. Даже градус чувствуется, охлаждает. Хорошо. Главный ресторан на улице, это ресторан под названием Пляж. Я надеюсь, что переводить название ресторана мне не нужно. Все сразу догадались, наверное, почему он так называется. И что он означает. Да, это именно пляжный ресторан. Здесь все под открытым воздухом, но с навесами, с различными. Поэтому достаточно комфортно, потому что продувается хорошо. Навесы защищают от прямых лучей солнца. Еда среднеземноморская. То есть рыбная такая традиционная кухня. Пицца, салаты разные греческие, всякие рыбные, итальянские салаты. Пицца очень большой выбор. Гамбургеров большой выбор. Вкусно. Напитки холодные. Кофе хороший. Все, мы тут каждый день обедаем. Великолепно. Отличный ресторан. И обслуживание достаточно быстрое и комфортное. Ну, а так как у нас полупансион, то мы здесь питаемся бесплатно. Платим только за напитки. Видите? Кокосики тут мерзнут. Ждут своей участи. Но кто не пил никогда кокосовый сок, то я вам расскажу, что он абсолютно безвкусный. Это экзотично, конечно, но особо удовольствия вы не получите. Но из всех ресторанов, которые здесь есть, этот самый лучший. И по обслуживанию самый быстрый. И все блюда. Их немного блюд. Несколько сратов рыбы. Хорошие лэмпчопы. Все быстро и вкусно. И кофе отличный. Класс. Я получал удовольствие. Уважаемый любитель рок-музыки. Но здесь есть еще одна достопримечательность. Инженерное сооружение сложнейшее. Это мостик через бассейн. На котором можно постоять и понаслаждаться видами этого прекрасного восточного отеля. И понаслаждаться видами бассейна. Посмотреть, чем занимаются твои участники рок-группы вместе с продюсером. Снимает меня. Уважаемый любитель рок-музыки. Спряталась за пальмой и снимает меня. Гляньте. Ну и посмотреть на море. Куда я сейчас пойду нырять. Уважаемый любитель рок-музыки. Завершаю я свой репортаж в водах Персидского залива. Пляж длиной в километр у них. Вот оттуда до туда километр. Здесь, если вы обратили внимание, все есть для водных видов спорта. Там вот с той стороны. Есть вот этот вот си-каяк. Си-як они его называют. Желтенький. Видите, катер скоростной. На нем можно тут попутешествовать. Вода прекрасная, прозрачная, чистая. Виды прекрасные. На Дубай. На вот эти пальмовые острова, на которых расположены отели. А вот напротив нас, видите, это острова, которые застраивают частными коттеджами. Хороший выход на пляж. И обратите внимание на вот эти шезлонги на пляже и вдоль бассейна. Как только пришел туда турист, раскрывают над ним этот зонт. Он размещается на шезлонгах. Там есть кнопочка вызова официанта. Ты берешь, нажимаешь кнопочку, приходят официанты. Первое, что он приносит, такой маленький холодильничек переносной. Там три бутылки холодной воды. И ты можешь загорать. Полотенец можешь брать сколько хочешь. Вот такая вот здесь обстановка, я бы сказал так, тяжелая. Ресторан-пляж прямо сзади нас. Куда мы сейчас и пойдем обедать. Потому что уже скоро будет 2 часа дня. Ну мы здесь уже 5 дней. И за это время наблюдали одну песчаную бурю. Внезапно подымается ветер, песок подымается на пустыне. Вокруг пустыни. Здесь Азис только вокруг моря, возле побережья. А там пустыня. Поэтому моментально поднялась песчаная буря. Буря мглою небо кроет. Вот точно так же песком этим покрыло небо. Не видно было ни этих зданий, ничего. И обслуживающий персонал моментально выскочил и сложил зонты. Потому что их переворачивало. Ветер такой был сильный. Вот сейчас обратите внимание. Ветер чуть-чуть поднялся, пошла небольшая рябь. Они уже сложились зонты. Вот такая вот тут резкая переменчивость погоды бывает. Казалось бы, ничего не предвещало. Называется солнце светит и вдруг раз, и песчаная буря. Но это же и прекрасно. Потому что это интересно. Это разнообразие природы. Говорит нам о том, что мир прекрасен и разнообразен. И поэтому можно бесконечно сочинять различные рок-н-роллы. И я об этом обязательно сочиню вам. Все вам рассказал. Пойду погружусь, на крайний случай, разок еще. И все. До встречи в следующей серии. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук. Расскажет рокер Валащук.